Всем привет! Сегодняшняя тема нашего занятия – секреты успеха бизнеса. Брайан Трейси поделится секретами, которые он приобрел, которые он понял в течение 30 лет своей деятельности в бизнесе. Здравствуйте, Брайан. Здравствуйте, Алекс. Сегодня мы поговорим о ключевых принципах бизнес-успеха. Много лет назад, когда я впервые попал в продажи, главный торговый агент сказал мне, «Ты знаешь, что 20% людей, занимающихся торговлей, получают 80% всех денег, а остальным 80% торговцев приходится разделять между собой оставшиеся 20%». Я никогда не слышал о подобном правиле раньше и сказал, «Что ж, если так, то я хочу быть в этой двадцатке лучших. Я хочу быть одним из высокооплачиваемых служащих». Позже я понял, что это правило применимо и к остальному миру. Я имею в виду «мир бизнеса». Итак, в любой сфере на верхушке находятся 20 крупных корпораций, и они зарабатывают 80% от всей прибыли в этом бизнесе. А 80% компаний делят между собой оставшиеся 20%. Когда я попал в бизнес-сферу, я начал задаваться вопросом, «Почему одни компании оказываются более успешными, чем другие?» Теперь я знаю ответ. Сейчас мы точно знаем причины, по которым одни компании являются более успешными, чем другие. И почему один владелец предприятия зарабатывает больше других. И это именно то, о чем мы будем говорить. Итак, какова же цель бизнеса? Цель бизнеса – создать и удержать покупателя. Некоторые люди утверждают, что прибыль является целью бизнеса, но прибыль – это результат того, что вы нашли покупателя, заполучили клиента. Ваша первостепенная задача как частного предпринимателя – это заполучить покупателей, а ваша вторая задача – это удержать их. Так что же является ключевым фактором успеха в бизнесе? Ответом будет удовлетворение желания покупателя, то есть то, что сделает вашего клиента счастливым. Третий вопрос, который возникает – «Как изменить степень удовлетворенности покупателя?» Ответ – она определяется повторной покупкой. Это когда ваши клиенты покупают именно у вас снова и снова и приводят к вам своих друзей. Таким образом, если вы сосредоточьтесь на том, что ваши задачи – это привлечь и удержать покупателей, ваша задача в том, чтобы они остались довольны покупкой, и, наконец, в том, чтобы покупатели возвращались к вам снова и снова. Вот эти задачи и будут составлять основу вашего бизнес-успеха. Много лет было потрачено на изучение того, как это делается, и самый простой ответ на этот вопрос – вы привлекаете покупателей, давая им уникальные торговые предложения. Вы предлагаете им то, чего не может предложить больше никто другой. Или же вы предлагаете товар по той цене, которую больше никто предложить не сможет. Вы должны знать, что самые успешные компании – Это компании, которые фокусируются на товарах и услугах, которые дают покупателям нечто, чего больше никто предложить не может. А неуспешные компании – это те, которые предлагают тот же продукт, может немного отличающийся от того, что предлагают конкуренты. И единственный способ продать такой продукт – это снизить его стоимость. Нужно подчеркнуть, что компании, которые постоянно снижают цены, со временем покидают рынок. На сегодня самые уважаемые и достойные компании мира устанавливают высокие цены на свои товары. За последние три года наиболее уважаемой и успешной была компания Apple, и Apple ставит высокие цены на свои товары. Их стандартный iPhone в производстве стоит около 150 долларов, а в реализации он выходит по цене 600 или 700 долларов, или даже 800. В Европе Apple продает айфоны по той же цене, но в евро за 500, 600 или 800 евро, за телефон, который стоит 150 долларов. И люди выстраиваются в очереди длиной в кварталы и спят на улице только, чтобы купить новый модель айфона, потому что у него есть особая ценность. Таким образом, ключ к бизнесу к успеху – это ответы. Как вам услужить своим покупателям? Как вам сделать своих клиентов счастливее других, предлагая им что-то новое и особенное? То, за что они заплатят вам большие деньги. Ключевой момент здесь – ваш покупатель, ваш клиент. К примеру, вы владелец недорогой загородной гостиницы, а у вашего коллеги есть шикарная гостиница в центре города. Эти гостиницы рассчитаны на абсолютно разных клиентов. Гостиница в центре города рассчитана на бизнес-клиентов, деловых людей, которые способны потратить очень много денег. И эта гостиница предоставляет комфортабельные условия проживания и высококлассные услуги. Маленькая гостиница работает для людей, которым нужно где-то переночевать за небольшие деньги. Эти гостиницы не конкуренты друг другу. Шикарные гостиницы будут соперничать только с такими же шикарными гостиницами. Поэтому вам необходимо спросить себя, как я могу сделать свой товар или услугу более привлекательной, более желанной, чем другие? И это ключ к стратегически успешному бизнесу. Вообще, основное, о чем приходится думать, когда занимаешься бизнесом, это его рентабельность. Все, что мы делаем, как мы привлекаем, обслуживаем и заботимся о своих покупателях, все это нацелено на увеличение доходности. Доходность – это единственная универсальная система измерения в бизнесе, и ею пользуются во всем мире. Вы можете быть такой компанией-гигантом, как Walmart, которая является крупнейшей частной компанией, и у которой полтора миллиона служащих. У них низкие цены, но из-за объемов и продаж они являются лидерами. Или вы можете быть такой компанией, как BMW, которая продает очень дорогие автомобили, но которая является также одной из самых финансово успешных компаний в мире, потому что люди готовы платить огромные деньги за их автомобили. Существует три способа расширить успешный бизнес. Первое – можно увеличить количество сделок, то есть продаж, другими словами, привлечь больше покупателей. В нашем бизнесе чем больше людей, чем больше покупателей, тем больше прибыли. И второе – продавать больше товаров каждому покупателю. Блестящий пример – это компания Apple, потому что когда человек купит у них стандартный iPhone, то в придачу к этому они продадут ему еще и разные аксессуары, чехлы, провода, а особенно приложения. Apple получит от 30 до 50% от каждого проданного приложения. Вот так Apple зарабатывает миллиарды долларов, просто давая возможность другим продавать свои приложения для их телефонов. Таким образом, заставить покупателя приобретать больше и больше ваших товаров. Это отличный способ повысить свои доходы. Третий способ повысить доходность своего предприятия – это заставить ваших покупателей чаще делать покупки. Допустим, для ресторана это означает отлично обслуживать своих посетителей, чтобы им хотелось снова прийти туда. Или если у вас магазин одежды, или любой другой магазин, сделать так, чтобы люди приходили именно к вам чаще, и естественно, чтобы рекомендовали вас своим знакомым и друзьям. Это принципиальные моменты для понимания доходности предприятия. За эти годы я провел в университете множество продвинутых курсов по направлениям маркетинг и бизнес. Я сотрудничал с более тысячи крупных корпораций по всему миру и работал с более десятью тысячами малых и средних предприятий на семинарах, мастер-классах и тренингах. И я обнаружил, что существует семь шагов для развития успешного бизнеса. И если вы пропустите или нарушите один из семи пунктов, в вашем деле появится много проблем, и вы даже можете обанкротиться. Первым пунктом будет отличное управление. Это означает, что у вас должен быть человек, который способен мысли, который будет мозгом и движущей силой бизнеса. У этого человека должно быть хорошее знание и решительность в вопросах ведения бизнеса. Такой человек должен уметь собрать вокруг себя людей, а также привлечь ресурсы. Если компания столкнулась с трудностями, она не станет увольнять сотрудников, а привлечет к работе нового управляющего, сменит руководителя. Это как в спорте. Если спортивная команда начинает проигрывать, они производят замену главного тренера. Если компания начинает проигрывать, они производят замену главного менеджера. Исходя из этого, качественное управление – это все, это самое главное. И сегодня вы можете заметить, что самые успешные компании концентрируют свое внимание именно на управляющих кадрах. Они проводят для них тренинги, тратят на это деньги, привлекают людей извне, чтобы те проводили для них мастер-классы. Потому что управление – это все. И лидеры-управленцы – это люди с четким пониманием и решимостью достичь успеха в бизнесе. В своей книге «От хорошего к великому» Джим Коллинз говорил об условиях управления и о тех людях, которые могут быть очень скромными, непубличными, но на решительности которых строится весь успех бизнеса. Они очень ясно представляют себе, как сделать бизнес преуспевающим. Этот факт всем известен. Это начальная точка на пути к успеху. Если у вас плохой руководитель, вам не добиться успеха даже с лучшими товарами и бизнес-стратегией. А вот если у вас высококлассный профессионал в управлении, даже посредственные товары будут иметь успех на рынке. Второй пункт – товар или услуга отличного качества. Я считаю это ключевым фактором. У вас должен быть первосортный товар. Это составляет 90% успеха всего предприятия, и качество товара должно стоять для вас на первом месте. Так что же это значит? А это значит, что люди всегда чувствуют, какой продукт самый лучший. Но как же определить, что ваш продукт или услуга являются наилучшими? Я обучаю тому, что я лично осознал. Есть единственный критерий – процентное соотношение ваших покупателей, которые говорят – это отменный товар, или это превосходный сервис, или это первоклассный ресторан, или просто – это отличная компания. Это то, что говорят о вас ваши клиенты после того, как они попробовали ваш товар или услугу. И это то, что определяет ваш успех. Пожалуй, самый успешный гостиничный бизнес на сегодня – это сеть отелей Ритц Карлтон. Ритц Карлтон считается самой высококлассной сетью гостиниц в Америке. Есть они во всем мире. Это мой любимый. Это просто великолепные гостиницы, а еще очень дорогие. Но у них есть эта особенная манера обращения с гостями, особая философия, которой больше нет ни в одной гостинице. Они утверждают, что в хорошем бизнесе внутри компании главным является обслуживающий персонал, а вне компании главным являются клиенты. И кредо их компании – леди и джентльмены обслуживают леди и джентльменов. И с каждым сотрудником они обходятся как с очень важной персоной, как с леди или джентльменом. И тогда и служащие общаются с гостями, как с леди и джентльменами. Итак, когда вы приезжаете в Ритц Карлтон, вы ощущаете элегантность и уникальность этого места, которой больше нет нигде – ни в отеле Кемпинский, ни в Шенгриле, ни в Фо Сизенс. И хоть это и престижные гостиницы, только в Ритц Карлтоне есть это особое ощущение. И после того, как вы побывали в Ритц Карлтоне, вы воскликнете – это великолепная гостиница. Итак, как часто люди говорят, что ваш товар или услуга великолепны? Еще один вопрос, который необходимо задавать – что мы должны предложить клиентам, чтобы они воскликнули – это великолепный товар или это отличная услуга? Это то, в чем я всех постоянно убеждаю – если вы спросите мнение ваших покупателей, они вам его непременно выразят. Есть вопрос, который стал одним из основных вопросов в бизнесе. Основной вопрос, завершающий вопрос или же самый важный вопрос. Его суть – после того, как человек воспользовался вашей услугой или приобрел ваш товар, вы в личной беседе, звонком или по почте спрашиваете его, как бы вы оценили наш сервис по шкале от 1 до 10, и клиент выставит вам оценку. Если вам поставят 9 или 10, значит вы предоставляете услуги на высшем уровне. Эти люди вернутся к вам снова и также расскажут о вас своим друзьям и знакомым. Если вам выставят 7 или 8, клиент доволен и, может быть, приедет к вам снова, или не приедет. Если вам ставят 6 и ниже, значит клиент остался недоволен. Больше к вам не вернется и других от вас отвадит. Если все, что вы получили, это 6, для вас на этом рынке все кончено. Так вот, вы спрашиваете покупателя, как вы оцениваете нас по шкале от 1 до 10. Покупатель скажет, я ставлю вам 7. Ну, это неплохо, но нехорошо. И какой же ваш следующий вопрос? Ваш следующий вопрос – что мы должны сделать в следующий раз, чтобы заработать от вас более высокий балл? «Что нам нужно сделать, чтобы вы поставили нам 10?» И покупатель ответит вам. И когда вы сделаете то, чего пожелал покупатель, вот тогда он поставит вам высокую оценку. Что я обнаружил спустя годы исследований? Так это то, что покупатели не требуют слишком многого. Покупатели не требуют продавать товар за полцены или выдать им материальное поощрение. Они хотят, чтобы вы быстрее отвечали на звонки. Знаете, какая одна из самых больших причин для недовольства покупателей? То, что компания вынуждает позвонившего висеть на телефоне. Люди звонят, их звонок переводят в режим ожидания, и им приходится висеть на телефоне 5-10 минут. И знаете, что происходит дальше? Покупатель бросает трубку и больше туда не обращается. Он больше ни за что в жизни не вернется к вам. Покупатель обратится в какую-то другую, хорошую ферму и останется верным ей до конца жизни. Так вот, если вы отвечаете на звонок клиента, не заставляйте его висеть в режиме ожидания. А что же делают хорошие компании? Они реорганизуют всю систему, они наймут больше людей. Они проследят, чтобы никто не остался висеть на проводе. Это будет стоить немало денег и немало времени. Еще одно. Клиент, которого сложнее всего заполучить, это самый первый клиент. Это самый решающий момент в продажах. Это очень сложно заставить клиента купить у вас товар в первый раз. Часто это идет в убыток. Вы теряете деньги в попытках заполучить первого покупателя. Вся ваша прибыль приходит уже со второй покупки. Потому что заполучить покупателя во второй раз ничего не стоит. Так же, как в третий и четвертый. Все топ-компании работают по принципу второй покупки. То есть, как нам обойтись с покупателями, чтобы они вернулись к нам опять? И потом они будут спрашивать покупателя. Что нам нужно сделать, чтобы вы к нам пришли снова? И они это будут делать раз за разом. Всегда спрашивайте, какую оценку вы бы нам поставили? Оценку от 1 до 10. И как нам получить от вас более высокую оценку в следующий раз? Главное слово здесь – в следующий раз. Видите ли, люди всегда готовы высказать вам, чего бы они хотели в следующий раз. Они не хотят спорить с вами или ссориться с вами из-за какого-то пустяка. Потому что всегда спрашивайте о следующем разе. Это 90% успеха в бизнесе – иметь отличный высококлассный продукт или услугу для ваших покупателей, которые станут вашими постоянными клиентами. Или, например, у нас первый клиент – это владелец малого или среднего бизнеса. Это люди, которые очень заботятся о продажах и прибыли. И мы хотим продать им хорошие идеи для увеличения их продаж и повышения рентабельности их предприятий. И это наша цель. Мы не пытаемся продавать свои услуги бабушкам, политикам или менеджерам крупных фирм, потому что это не наша целевая аудитория. И мы не пытаемся модифицировать или изменить наш товар, чтобы удовлетворить этих людей. Мы нацелены на предпринимателей малого и среднего бизнеса или людей, которые хотели бы стать бизнесменами. Третий пункт – на пути к бизнесуспеху – это отличный бизнес-план. Отличный бизнес-план – это как проект будущего дома или офисного здания. И большинство владельцев предприятий терпеть не могут бизнес-планирование. Но компании, у которых перед началом их предпринимательской деятельности был готов бизнес-план, достигли в 10 раз большего успеха, чем те, у которых его не было. Собственно, в одном из крупных бизнес-изданий, которые охватывает именно малый и средний бизнес, было проведено исследование, был проведен опрос людей, которые уже начали бизнес или только открывали дело. Есть ли у вас бизнес-план? Далее они поделили компании на две группы. В одной группе из 50 компаний деятельность начинали без бизнес-плана, только с идеями и разработками. А в другой группе было 50 компаний, у которых был бизнес-план. За этими группами следили на протяжении четырех лет. Под конец этих четырех лет было обнаружено, что 49 из 50 компаний без бизнес-плана прогорели. А из другой группы 48 из 50 компаний с бизнес-планом до сих пор функционируют. И единственная разница заключается в том, что бизнес-план заставляет вас думать, он заставляет вас рассуждать на бумаге о каждой составляющей вашего дела. Сколько единиц я собираюсь продавать за определенный период времени? Какой будет доход? Какие будут затраты? Кто будет моим конкурентом? Какой будет реклама? Сколько я потрачу на свою торговую деятельность? Во сколько мне обойдется аренда? Когда вы вынуждены размышлять о таких вещах, вы иногда приходите к выводу, что у вас слишком низкие цены, или вы не можете продавать этот товар из-за слишком низких цен на него у ваших конкурентов, или этот вид бизнеса не рентабелен. Но пока вы не сделаете этого, пока у вас не появится бизнес-план, вы не узнаете о таких нюансах. Несмотря на то, что это сложно и это раздражает. К счастью, существуют бизнес-планы, которые можно купить онлайн. Вы просто вводите свои цифры и нажимаете кнопку, и вам станет известно, хороший ли у вас бизнес-план. Ранее я упоминал об одном из моих друзей, очень состоятельном бизнесмене, который начинал с нуля, тратил на разработку плана для своего нового бизнеса ни много ни мало 6 месяцев. И очень часто после 6-месячных расчетов он решает не начинать это дело, потому что план не работает. Это неподходящий для открытия бизнес. Так он тратит время и деньги, вложенные в планирование, но он не тратит миллионы долларов, что могло бы произойти, вступи он в неподходящее дело. Поэтому помните, что большинство бизнес-идей не работают с самого начала, и проходя процесс бизнес-планирования, вы узнаете все, что вам нужно для того, чтобы принять правильное решение. Часть процесса бизнес-планирования – это то, что мы называем решающими цифрами. В бизнесе всегда есть цифра, которая окажется существеннее, чем любая другая, которая тоже очень важна, но не настолько, как цифра номер один. Своих клиентов-бизнесменов я учу идентифицировать число, которое будет для них наиболее значимым. Например, эта цифра может быть простым ответом на вопрос, сколько людей откликнется на мою рекламу. Это число потенциальных клиентов, которые появятся благодаря моей рекламе. У меня есть очень много успешных друзей, у которых есть единственная цель – ответ на вопрос, «Если я потрачу эту сумму денег, сколько людей мне удастся привлечь в результате?» И они проводят то, что называется анализ привлечения потенциальных клиентов. Он дает ответы на такие вопросы, как «Сколько будет стоит привлечь одного человека, который скажет, «Я хочу узнать больше о вашем товаре?» И это очень хорошо, что в компании человек будет спрашивать, что хочет узнать больше о вашем товаре. Для других компаний такой цифрой будет ответ на вопрос, «Сколько из этих потенциальных клиентов превратятся в моих действительных покупателей?» Или «Каков числовой показатель рояльности моих клиентов?» Все эти показатели очень важны, но вы должны четко понимать, какая именно цифра является для вас приоритетной, и как результат, все в вашей компании должно быть нацелено на улучшение этой цифры. Существует еще много таких числовых показателей жизнедеятельности компаний. А существуют ли понятия различных цифровых показателей для разных отделов компании? Для разных менеджеров? Например, для маркетинг-менеджера? Да, это всегда определенная цифра, за которую отвечает каждый отдельный работник. Вы не можете сказать менеджеру по продажам, который за них и отвечает, чтобы он занимался привлечением потенциальных клиентов, потому что это работа отдела маркетинга. Заниматься потенциальными клиентами. Работа отдела продаж и его менеджеров – это перевод потенциальных покупателей в актуальных покупателей, а также объемы и скорость продаж и остальные вещи такого рода. Вот так и получается, что для каждого отдела своя решающая цифра. На производстве всегда ищут способ снизить затратенную часть, при этом не ухудшая качество продукта. Цифра – это стоимость производства одной единицы товара, а также возможность снизить эту сумму, не снижая качество продукции. И они сосредоточены на своей цифре. Именно эти цифры важны для сферы производства. Есть еще понятие «общая цифра». Как правило, это прибыльность в пересчете на одну акцию предприятия, которая станет активами компании. Для фондовой биржи ключевая цифра – это процент роста продаж за предыдущий год. Так можно оценить стоимость одной акции. И если процент роста продаж идет вниз, если присутствует спад в объеме продаж, то акции теряют от 10 до 20% своей стоимости. И вследствие этого некоторые компании теряют миллиарды долларов. Если, например, вместо роста на 5% за год продажи в среднестатистическом магазине выросли на 3%, люди с фондовой биржи просто сходят с ума. Это и есть третий пункт. Итак, первый пункт – первоклассное управление. Второй – первоклассный товар или услуга. И одна из причин, почему я так много говорю о товарах и услугах, это потому, что многие пытаются продавать посредственный товар, не слишком хороший, но используя при этом талантливую рекламу или продуманное продвижение. Вот вам еще одно открытие. Чем больше вы рекламируете плохой товар, тем быстрее вы летите в трубу, потому что чем больше товар разрекламирован, тем больше людей его купят и будут недовольны покупкой, а дальше они быстро распространят о нем плохую славу, и это прикончит ваш бизнес. В свое время я работал в рекламе, и одним из правил было – никогда не рекламируйте плохой товар, рекламируйте только действительно отличные товары, потому что так вы привлечете покупателей, и они будут к вам возвращаться. Четвертый пункт на пути к успеху – отличный маркетинг-план. Это то, как вам завлечь покупателей с самыми минимальными затратами. Задача бизнеса – купить клиентов. Все, чем вы занимаетесь целыми днями, это покупаете покупателей. Вы платите определенную сумму денег, чтобы приобрести покупателей. Какова же цена каждой покупки? Сколько нужно заплатить за рекламу? Комиссионный сбор, за продажи, за доставку, расходы? Все это очень важно. В свое время я работал с крупнейшими фирмами-складами в Америке и лично разработал систему камер хранения. Люди арендуют у компании небольшие комнатки, чтобы хранить там мебель или другие вещи. Я разработал такой бизнес и потом продал его. А позже из интернета узнал, что у этой компании показатель стоимости одного клиента – 96 долларов 42 цента. Итак, компания тратит 96 долларов 42 цента в виде скидок, реклам, бонусов и аренды для того, чтобы привлечь одного нового покупателя. И эта цифра для них – ключевая цель. Именно поэтому эта компания является самой крупной и богатой из всех подобных компаний в Америке, а может даже и во всем мире. Причина в том, что показатель стоимости одного клиента для них является самым главным. Эта цифра определяет весь их бизнес. Как только мы привлекли клиента, мы будем стараться удержать его хотя бы 9 месяцев. Это в среднем. Главное – привлечь покупателя. Это главная цель на рынке свободной конкуренции. Когда у вас есть хороший маркетинговый план, у вас будет непрерывный поток потенциальных клиентов. Какая же разница между маркетингом и продажами? В маркетинге люди поднимут руку и заявят, «Мне это интересно». В продажах они скажут, «Мы купим это». Так вот, мы подошли к тому, что хороший план продаж – это пункт 5. С помощью плана продаж вы возьмете своего заинтересованного покупателя и представите товар ему таким образом, что он его у вас обязательно купит. А вот во многих компаниях не осознают, что умение продавать – это особое искусство. Во всех финансово успешных топ-компаниях мира лучшие силы и ресурсы брошены в отдел продаж. В компаниях попроще заняты лучшие продавцы второго плана. А вот фирмы, которые проигрывают остальным, они скоро закончат свое существование на рынке. Таким образом, в контексте продаж мы должны постоянно задавать себе вопрос, что собой представляет процесс, называемый продажа. Процесс продажи – это в первую очередь приобретение товаров или услуг вследствие хорошей работы отдела маркетинга по поиску перспективных потребителей продукции фирмы. Во-вторых, это разработка системы доверий, степени доверия компании. В этом бизнесе репутация – это все. Например, мы предоставляем гарантию полного возврата денег. Мы говорим, если вы недовольны, вы можете получить свои деньги назад. Получается, для вас здесь нет никакого риска, следовательно, здесь риск есть только для нас, и мы обязаны быть уверенными в том, что наш продукт настолько хорош, что вы, как покупатель, останетесь довольны. Это и будет второй частью процесса продажи. Абсолютно все, что вы делаете, повышает или понижает степень доверия к вам и работает на пользу или вредит вашей репутации. Каждый человек, с которым вы говорите по телефону, каждое сообщение, все, что видят покупатели, все это приводит к тому, что покупатели верят вам больше или меньше. И третья составляющая этого процесса – это определить, что нужно покупателю. Ключ к успешным продажам в том, чтобы ясно отдавать себе отчет, что необходимо вашему покупателю, и тогда вы продемонстрируете ему, что ваша услуга или товар идеально соответствуют их запросам. Многие люди пробуют себя в реализации. Многие компании пытаются продавать, но они не совсем четко понимают, чего конкретно хочет покупатель. И как следствие, их реклама выглядит очень невразумительно, и покупатели не могут понять, что же вы пытаетесь им продать. Так что же все-таки покупают? Это важная часть маркетинга, как то, как вы привлекаете людей. Так вот, то, что они прежде всего покупают, это надежда. Они покупают надежду, что их положение улучшится, если они приобретут тот или иной товар или услугу. И надежда – это ширма, которая прикроет все остальное. Под этой эгидой они покупают четыре вещи, четыре блага. Первое – они покупают решение своих проблем. И вам нужно четко осознавать, в чем заключается эта проблема. Второе – это удовлетворение потребностей, некая острая необходимость. Насущная потребность. Неважно, касается это здоровья, богатства или успеха. Третье – это возможность достичь цели. Достичь цели как можно быстрее. А четвертое – это своего рода избавление от страданий. Когда вы стараетесь привлечь покупателей, вам всегда нужно знать, как изменится жизнь этих покупателей. Какую проблему решает мой продукт? Или какую нужду удовлетворяет мой продукт? Какой цели поможет достичь мой продукт? Какие неудобства или страдания устранит мой продукт? Это похоже на лекарство. И тогда вы строите весь свой маркетинг с целью привлечь людей, у которых есть определенная проблема. Тут вы должны понять, что вам не нужно пытаться сотворить потребность для покупателя. Вам нужно найти людей, у которых она уже есть, и которые еще не решили, куда им с ней обратиться, чтобы удовлетворить ее. Вы должны узнать, где найти клиентов с определенной проблемой, которую вы способны решить, и концентрироваться именно на них. Потом вы должны подумать, как вам лучше оформить свое предложение своих конкурентов. Возвращаясь к маркетингу. Маркетинг – это дифференциация. Это слово означает разнообразие причин, по которым люди покупают ваш товар или услугу. Это то, чем вы отличаетесь от своих конкурентов, и то, чем вы лучше их. Когда вы в чем-то лучше ваших конкурентов, это привлечет к вам покупателей. Вы должны точно знать все ваши выигрышные стороны и продемонстрировать это в своей рекламе. Итак, вы изучаете свои товары или услуги. С чего начать? Мы обучаем наших клиентов опросу покупателей. Вы обращаетесь к своим последним десяти клиентам и спрашиваете, почему они выбрали именно вас? Спасибо вам. Для нас очень важно знать ваше мнение. Ответьте, пожалуйста, почему вы выбрали именно нас, а не наших конкурентов. Восемь из десяти дадут вам такой ответ, который изумит вас. Они покупают и даже не имеют понятия, почему они это делают. Недавние исследования показали, что 90% компаний не знают, почему клиенты совершили покупки. Они просто не знают этого. И что же они делают? Они создают множество хороших причин, по которым покупатель должен совершить покупку. И они надеются, что он это сделает. Но они не уверены в этом, потому что они боятся спрашивать своих покупателей. Они боятся, что покупатели будут недовольны по какой-то причине. Что же делают лучшие компании? Они всегда интересуются у своих клиентов. Почему они сделали покупку? Почему купили именно у них? Что им улучшить для клиентов в следующий раз? Что сделать, чтобы вы пришли к нам в следующий раз? И ваши покупатели помогут вам разбогатеть. И если вы попросите ваших покупателей, они сделают вас богатыми. Однажды в виде эксперимента, когда у меня была небольшая фирма, я нанял человека, который звонил тысячи последних клиентов, побывавших на моих семинарах по торговле. Он обзванивал их и спрашивал, почему вы посетили этот семинар? И ответ всегда был одним и тем же. Я пришел, чтобы получить новые навыки, которые помогут мне увеличить мои доходы. И когда я начинаю свои семинары, я говорю, спасибо за то, что вы здесь. Сегодня я обучу вас нескольким навыкам, используя которые, вы увеличите свои доходы. И это отлично работает. Я успешно провожу семинары тысячам людей, уже 20 лет, потому что я всегда спрашиваю их вначале, чего вы хотите добиться? Какова главная причина вашего прихода на этот семинар? Это и есть ключ к маркетингу и продажам. И когда мои партнеры начинают продавать семинары, они говорят, что одна вещь, которую вы вынесете из семинара, это то, что вы узнаете, как стремительно увеличить объем продаж и ваш доход. Это именно то, чего они все хотят. Я помню, мы когда-то конкурировали с Тони Роббинсом, а Тони Роббинс продавал мотивационные семинары и приглашал одни и те же компании, что и мы, чтобы те прислали своих сотрудников на однодневный семинар по мотивации. Мой партнер спросил тогда, как мы можем тягаться с Тони Роббинсом? Ты звонишь в компанию, предлагаешь свой товар, а тебе говорят, ну, мы собираемся послать наших людей на семинар к Тони Роббинсу. И ты им отвечаешь, о, это отличная идея. Ваши сотрудники повеселятся и замечательно проведут время на этом семинаре. Выйдут оттуда с улыбкой на лице. А вот если вы пошлете их на семинар Брайана Трейси, после него они смогут увеличить объемы продаж компании. Вам решать? Что тут говорить? Они все пришли на мой семинар. Это потому, что менеджер по продажам не хочет платить за то, чтобы этим людям провели веселый семинар. Он хочет заплатить деньги за семинар, на котором их научат продавать. Программа обеспечения сбыта чрезвычайно важна. Если вы никогда не занимались торговлей, а я работаю с множеством компаний, которые были основаны людьми с выдающимися способностями в области технологий или чем-то подобным, но они не понимали, что теряют 50% своего потенциального дохода из-за того, что у них нет хороших продавцов. Я сотрудничаю с лучшими и крупнейшими компаниями мира, и они просто одержимы идеей обучения своих агентов по сбыту. Например, компания IBM, с которой я работал несколько лет, приняла решение, что 99% их контактов с клиентами будут производиться через агентов по продажам. Они приняли решение нанимать только лучших профессионалов своего дела и провести с ними эффективные тренинги и хорошо их организовать. В IBM продавцы занимают одни из самых высоких позиций в компании. В других фирмах с агентами по продажам обходятся так, будто это второстепенные служащие. А в IBM с продавцами всегда обходятся как с королями. Люди приходят в IBM и строят там свою карьеру. Продавая компьютеры, они заработали миллионы долларов для компании. Когда я работал с IBM, они контролировали 80% всего рынка, и когда они спрашивали своих покупателей, «Почему мы им отвечали?» «Потому что нам нравится IBM, и нам нравятся люди, которые продают нам эти компьютеры». Шестой пункт – это отлаженная работа службы поддержки клиентов. Это стало важнейшим фактором в привлечении покупателей. Во многих компаниях отдел обслуживания клиентов абсолютно не продуман. Они отправляют покупателю какие-то благодарственные письма или мило разговаривают по телефону. Но у топ-компаний есть система клиентского обслуживания, которой они неукоснительно придерживаются, потому что им известно, то, что происходит после совершения покупки, определяет, вернется ли клиент к ним снова. И поэтому у них есть сформированный рабочий процесс, в котором есть и телефонные звонки, и имейлы, и письма, и все виды подарков и сувениров. У них есть система, согласно которой каждый покупатель очень важен для компании уже после совершенной им покупки. В психологии есть мнение, что клиент делает покупку, чувствуя себя так, будто сделал в фирме одолжение, и теперь фирма должна кое-что ему. С ним должны быть любезны и предупредительны. Если вы не будете с ним любезны, то он поймет, что вы не цените его как клиента, и он больше не захочет у вас ничего покупать. Вот такой пример. Я уже побывал в тысячах ресторанов по всему миру, и только из двух мне позвонили на следующий день и выразили благодарность за посещение их ресторана, и поинтересовались, все ли мне понравилось, и есть ли нечто, что они могли бы сделать для меня, чтобы поднять мне настроение в следующий раз. И знаете что? Я возвращался в эти рестораны снова и снова. А все дело в том, что их обслуживающий персонал, администратор зала и официанты, когда не слишком загружены работой, просто берут и обзванивают всех по списку и спрашивают, довольны ли они посещением ресторана. И посетитель возвращается туда снова и снова. Я такое видел только в двух ресторанах, и в них всегда полно посетителей. И тут дело не только в этом. Я сам водил туда свою семью, друзей и рекомендовал этот ресторан своим знакомым. Естественно, еда и обслуживание там тоже на высоте, но в других ресторанах с отличными блюдами и прекрасным обслуживанием нет такой службы клиент-сервиса, который вам перезвонит и побеседует с вами о ваших чувствах. Это простые вещи. Вы удивитесь, но будучи здесь в России, вас поражает система медицинского обслуживания. Например, в Калифорнии, если вы идете к врачу и вам произвели какие-то медицинские манипуляции, вечером вам всегда перезвонят и поговорят с вами или вашей женой, поинтересуются, все ли у вас хорошо, и как вы себя чувствуете. Я вырос в Канаде, и там государственное медобслуживание, и вы никогда не дождетесь звонка от вашего врача. Еще, если врач не может позвонить лично, у него есть офисный сотрудник, который сделает это. А иногда врачи дают свой личный номер, и если у вас есть любые вопросы или проблемы, вы можете позвонить ему. Это такая же забота о клиенте, как и в тех ресторанах, а в большинстве мест мира такого не делают. Седьмой ключ для построения успешного бизнеса – перевлечь и удержать отличных сотрудников. Все топ-компании имеют в своих рядах классных специалистов. Одна из вещей, которым мы с вами обучаем, это важность умения выбрать правильных людей и необходимость их эффективного обучения, а также их правильная организация и мотивация. Вам знакомо, что лучшие компании тратят много сил и средств на подбор персонала и командообразования. Часть работы, которой я занимаюсь в Москве, это именно вопрос, с которым озабочены топ-менеджеры ведущих компаний, а именно эффективным подбором персонала. Они хотят, чтобы люди работали в команде так же слаженно и на конкурентных условиях, как в спорте. Все должно работать в гармонии. Это залог продуктивности. Итак, самые лучшие топ-менеджеры – это лучшие люди в тимбилдинге. Они умеют выбирать правильных людей, а также организовать их и мотивировать. Исходя из всего вышеперечисленного, если у вас есть все эти семь пунктов – первоклассное управление, отличные товары и услуги, продуманный бизнес-план, маркетинговый план и план продаж, отлаженная система по обслуживанию клиентов, хороший коллектив и план по набору персонала, то у вас есть семь ключевых ингредиентов для компании, которая попадет в топ-двадцатку в своей индустрии. Самая замечательная вещь в том, что всему этому можно научиться. Вы можете освоить любой из навыков. Вы можете достичь отличного результата по любому из этих пунктов, если будете этим заниматься систематически. Моя конечная мысль заключается в том, что за годы своей работы и изучив сотни компаний, я понял, что ни одна из них не начинает дело с высшим баллом хотя бы по одному из семи пунктов. Большинство бизнесов начинает со средней системой управления, посредственными товарами, ну и так далее. Но тут важно, что происходит дальше. Они постоянно улучшают свои показатели. Sony Corporation стала одной из лучших компаний в сфере электроники в мире. А первый продукт, с которым они выступили на рынке, была рисоварка, которая готовила рис из рук вон плохо, так что это была какая-то комкообразная масса. Это был их первый продукт, но они доработали его, и в результате у них получилась отличная рисоварка. А дальше они сделали что-то еще и дошли до электроники. Если вы осознаете, что ваши товары или услуги не самые лучшие на рынке, и вас это волнует, это правильно. Большинство компаний начинает свой бизнес не с самыми лучшими товарами и услугами, но они улучшают их и делают это систематически. Постоянно находятся в поиске новых решений. Они работают над каждой составляющей своего бизнеса. С течением времени они продвигаются все дальше и дальше, и выходят вперед, перегоняют всех конкурентов. А когда вы впереди всех, вы можете устанавливать более высокие цены, и люди будут платить вам, будут рекомендовать вас друзьям. И вы поймете, что на любом рынке компания с самым высоким доходом, эта компания с самой высокой репутацией. Спасибо вам большое, Брайан. Спасибо. Спасибо. Спасибо.